Добрый вечер, информационная служба телерадио компании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии для вас працует Евген Поболовец. В Октябрьском районе сегодня прошло посяжение постоянной комиссии областного совета депутатов по законности и правопорадку. Удельники наведали шарих социальных объектов и ознайомилися с мясовыми особливостями организации деятельности по заховании працованной дисциплины, попереджении гибели людей и работе с особами, яке ведут социальный ладжиття. В окрогородку Красная Слобода депутаты приняли уделу работе мясовой наглядальной комиссии. У приватности наведали семью Юлии Сажиной. Матерь шоторых детей ранее злоуживала алкоголем, але зараз выправилася и с 1 липеня семью выключили злику социально небеспешных. При этом яна по раннейшему застается под пильным наглядом мясовых уладов. Головная проблема, што зараз хлопотит шмадетную мать, як знайсти способ поплывать на батьку дятей, які некотки году не платят алименты. Члены депутатской комиссии пообязали выращить у законным парадку и гэтае пытание. Учитывая, что есть приказ о взыскании, судебный приказ о взыскании алиментов, поэтому соответствующая работа будет проведена, либо будет объявлен в розыск этот гражданин, либо другими законными способами будет обязан уплатить эти алименты. В целом, у дельники посяжения высоко оценили в опыт ведения профилактичной работы в Октябрьском районе и планують выкористовывать мясовые напрацовки у своей дейности. Подробязности о наших наступных выпусках. Проходжение навальничного фронту по территории краины напередать не покинуло шерох неприемных наступств у розных регионах. Як поведомили у областным управлении Министерства по незвычайных ситуациях, на оказание техничной допомоги воротовальники выезжали 12 разов. Отбылись отключения электроэнергии у Жлобинским, Лельчицким, Хойнихским, Калинковицким и Чачерским районах. Усе яны были своечасово ликвидованы. При проходжении моцного ветра у регионе зафиксовано 16 выпадков падения древ. У Хойнихским, Лельчицким и Жлобинским районах пошкоджаны дахи некальких жилых домов и господарших побудов. В связи со спякотным надворьем на завтра у регионе обвешано штормовое попереджение. У 17 района Гомельской области уведена заборона на наведывание лесов. Парушальники будут притягиваться до администрационной отказности. Штрафы могут доходить до 500 рублей. Обмежевания будут сняты только при понижении температуры поветра. Але до конца гэтага тыдня истотных змен на дворье не чакается. Слубки термометров уздымутся до 32, в особных районах до 34 градусов. Медики закликают людей быть осторожными. Уживать акмагабоч воды по макчимости меньше знаходится на улице. Працу на открытым поветре плановать у раннешней Альбове черный час. До инших тем. На Полесской улице одной из самых оживленных магистралей областного центра протягивается реконструкция. И хоть зараз рамотные работы ускладнили не только проезд автотранспорту, а и рух пешеходов, специалисты городской жилево-коммунальной господарки обьяцают, что рамотные работы не затягнутся. По их завершении улица станет четырехполосной. А это не только повышение пропускной макчимости и связано с этим снижением колькости дорожно-транспортных сдареньев, а ле и укладу у экологичную безпеку. Меньш пробок, меньше выхлопных газов. Тем больше в реконструкции улица имела потребу давно. После зимового обследования оказалось, что 70% дорожного покрытия пришло у неходность. Да и тротуары, а так само территории припынку громадского транспорта тратили не только безпеку и функциональность, а ле и эстетичный выгляд. У нас очень проблемные места – это остановки общественного транспорта. Они имели уже очень неприглядный вид, естественно, колейность. На участке четырех остановок, которые у нас, это усиление основания с заложением сетки армированной, для того, чтобы не образовалась уже больше колейность на остановках общественного транспорта. Ремонтные работы будут завершены до 10-го жнивня. Покульно гадаем проезд транспорту, окромя пассажирского и специального, по Полесской улице Заборонины. Автомобилисты, которые игноруют отповедные знаки, ждут штраф. Кассовые аппараты в Беларуси становятся больше функциональными. Их оснащают GSM-модулями. Плануется, что модернизация завершится до конца вересня будущего года. С допомогой GSM-модулям податковые органы смогут в режиме реального часа отримывать информацию о суммах вырушки в пелном годливом объекте. Але такие изменения повинны быть зручными и для самих предпринимательников. Например, не треба буде вести книгу кассира. На ее заполнение тратится шмат часу, а дякуючи обновленным аппаратам, информация будет систематизоваться автоматично, и штуденные подлики вырыжки не спотребятся. А кроме того, коли, например, господар гандлевого объекта выезжая за мяжу, он сможет сочить за финансовыми справами с любой кропки света. Первыми уже у нас оснащены автозаправочные станции. На подходе у нас автомобили-такси, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ну и к концу года оборудуются данным средством торговые центры, у которых площадь занимается выше 650 квадратных метров. То есть данное средство поможет обеспечить как и налоговым органам, так и самим плательщикам. В реальном времени можно видеть учет выручки. То есть это будет передаваться посредством мобильной связи. Завтра в высшейших научальных установах Беларуси завершается прием документов для поступления наденную форму научания за кошт республиканских бюджету, а так само на завошное отделение. С выше тысячи человек все лета станут студентами Гомельского Державного Технического Университета и Мясухого. Научание будет вестися по 23 специальностях. Самой высокой популярностью корыстаются специальности, связанные с IT-технологиями. Некальки родей молодые люди выбирают механико-технологичный факультет. Пожный бетургент, худший за все, уже обрал для себе пыльную специальность. Али особливости первой уступной кампании – макшимость подать документы одразу на некальки факультетов. Простился и сам процесс их подачи. В этом году мы создали очень удобные условия для поступления абитуриентов. Открыли так называемый личный кабинет. Он может дома для того, чтобы ускорить подачу документов, зарегистрироваться, внести свои личные данные и прийти просто в приемную комиссию, показать оригиналы документов и оформить это заявление. Пионеры и активисты БРСМ дали старт акции «Счастливое лето». В ее рамках молодежные акты у Гомельшины проведе шарах открытых уроков, беспешных поводинов на воде. На первом из них побывала Ганна Ковалева. Активисты БРСМ и пионеры Гомельшины у рамках акции «Счастливое лето» стали помощниками вырытовальников. Подлетки плануют провести шарах профилактичных мероприемств. Первое из них отбылося на галонном пляже областного центра. На початку группа активистов прошла подрыхтовка у супрацовников городской вырытовальной станции МНС, как потом донести корыстную информацию на ведбольникам пляжу. Даже такие акции особливо актуальны и миновиты зараз. Успеку, то количество отпочивающих коля водоемов повеличивается в некольки разу. В период повышения температуры для работников освод, наших спасательных станций, постов по всей области, они наиболее напряженные. Потому что в этот период все граждане устремляются к водоемам, купаются как в местах для этого предназначенных, так в местах и непредназначенных. И поэтому все это создает обстановку, которая порой приводит к несчастным случаям. Как продухилить в такие выпадки подлетки раздавали на ведбольникам пляжу буклеты с правилами безпеки. Только за первую годину акции их отрымали коля 200 человек. А кроме этого им пропоновали сфотографоваться с профилактичными табличками и выкласти свои фото у интернет, как до проблемы протягнуть увагу еще большей колькости людей. Мы считаем, что непосредственно метод подачи информации равной обучает равного. Когда пионер приходит к пионеру, член союза молодежи подходит к такому же молодому человеку и рассказывает о безопасности, да, а не когда приходят какие-то официальные лица. Мы считаем, что это, наверное, наиболее продуктивный способ, поэтому мы вначале обучаем, а дальше идем массы и на доступном языке для молодежи и детей рассказываем о безопасности на воде. Дарыши протяглость этого пляжа складая коля километра. Усяго же в Гомеле наличивается 8 обсталеванных для купания мест. У в области больше за 40. На их дежурать медики и супрацовники выротовальных станций. Кожный працовный день для этих людей непродказальный. Тут уже у початку смены настроиваются быть готовыми до усяго. Коли же доводится ротовать человека, задумываться про серьезность ситуации не мочасу. Кажут, у момент здоровья я не просто выконвают свою працу. Дарыши, колькость житов, выротованных Владимиром Чистовым, сегодня уже увеличается сотнями, и он працует водолазом 22 годы. А пошний выпадок отбылся тыдень тому. У вечера на станцию поступил звонок про то, что в районе оглядной вежи то не человек. У личной хвилины дежурная змена прибыла до места здоровья. Река там имеет широкие просторы, ну и волнение началось. Мы как бы его не заметили, заметили руки в воде. Но руки уже такие, тонущего человека, человек уже погружается под воду. Успели. Получилось так, что я схватил его за руки, а мой напарник держал меня. И не пришлось за ним нырять, но уже человек практически еще бы какая-то минута или две, и он бы уже оказался на грунте. И не появись мы там в тот момент, того молодого человека уже бы не было. Увага Левомельской области, дякуючи праце воротовальников селета, удалось попередить больше, как 3000 несчастных выпадков. Однако и сумная статистика так сама ведется. Загинувших селета наличивается 18 человек. Про это все трагедии отбылись на необсталеванных пляжах. До речи зараз разглядается пытание об измацнении жорсткости, покарании закупания у необсталеванных местах. Покуль же помер штрафу за такое порушение, складая от одной до трех базовых величин. Есть такая хорошая пословица, что, безусловно, спасение утопающих, декоративных самих утопающих. Поэтому можно ужесточить законы и так далее, и суммы штрафов. Но понятно, что ни любой штраф не вернет на жизнь человека, который погиб там либо в воде, либо погиб там на пожаре. Поэтому соблюдение личной мер безопасности – это залог к тому, для того, чтобы уменьшить это количество несчастных случаев, как на воде, как и в других чрезвычайных ситуациях. Дарочи делегаты и мыты юные жахары Гомельщины будут инструктовать отпочивающих до конца лета. А кроме пляжа у такие же открытые уроки я не проведусь и в оздоровленших установах. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадо «Кампания Гомель». Соправдный курс молодого бойца прошли гомельские подлетки. 22 школьники, які состоят на профилактичном улику у комиссии по справах неполнолетних, 9 днём провели у войсковой части 55-25. Лагерь у подобном формате проводился у першиню. Хлопцы жили, як соправдные бойцы. Отшивались у столовой, стреляли з розных видов сброи на полигоне, займались астраевой подрыхтовкой на пляцу. Кто-то из подлетков уже умел в опыту делу у командных споборництвах, кому-то потребовалась допомога. Они внешне немного изменились. Посмотрим, как будет дальше поведение. Но поменялся взгляд, поменялось восприятие немного того времени свободного, которое у них есть. То есть действительно было интересно. Некоторые хотят продолжить участие в подобных проектах. Хотелось бы, чтобы они вынесли отсюда, как можно больше всего положительного. Оглушально рау-моторов, уникальные каскадерские труки и сотни захопленных ледочоу. У Мазыры отбылся первый фестиваль «Аутолайф». Раритетные машины представили автоматы из Гомельской области, а так само Могилева, Минска, Москвы, Владивостока. Под обязанностью репортажа наших мазырских коллег. На фестиваль «Аутолайф» Павел Кобзар приехал на своим аутоодногоцем. Владельник Форда 79-го года выпуска выполнены. С часа машины, как и вяно, становятся лепш. Але гэта сдольная – это не только соправные аутогурманы. Очень сильно меня привлекала старая американская мода, старая эпоха, история, которая уже ушла и которую уже не вернуть. Но все-таки что-то можно взять из прошлого. И то, чего у нас никогда не было, то, что можно показать людям. До таких аутогурманов относится и Станислав Бичан. Увесь свой час мужчина просвечает раритетному транспорту. Значная частка экспозиции – минавитое горуксправа. Любимая победа для Станислава – гэта своего рода машина-часу, просякнутая духом советской эпохи. Для меня техника – это моя жизнь. Ну вот победу купил, это первая моя машина, которую я отреставрировал. А вот Игорь Масиков, набывающий раритетный аутог, в особе у реальности свою дитячую мару – иметь гоночную машину, как с фильма «Форсаж». Купил я ее в городе Бресте три года назад. Была она в очень плохом состоянии, так как годы берут свое. Но своим ходом приехала сюда. Вложил я приличный сил сюда, нервов, денег в принципе тоже. Ну и продолжаю потихонечку вкладывать, то есть реализовать свою мечту детскую. Выстава раритетных машин дозволила глядачам не балкунуться в минулое. У свою чергу самую яскравую частку фестиваля забеспечили мото- и аутогонщики. Популярный Реджицкий мостак Анатолий Шогалев на фестивале презентовал свои работы. Замес подставок под картины – реальные автомобили. Отрималась экспозиция на колах в прямом сенсе. Это очень интересно. Это новое видение на проверенную тему. То есть, я думаю, водителям, мотоциклистам очень интересно увидеть себя через призму юмора, глазами художника. Поэтому всегда с удовольствием приглашают. Это был первый фестиваль Аутолайф. Однако мероприемство такого формата организаторы уже вырошили изробить традиционной. Такого не было в нашем регионе нигде. Мы собрали два города, собрали участников с наших городов, с ближайших городов, со всей Беларуси и из России. Соответственно, это голосование народного, такого еще не было. Мы собираемся это проводить каждый год. Мы собираемся показывать шоу, радовать людей, радовать наши города, чтобы это все совпадало с хорошей погодой, которая нас радует сегодня. Надеюсь, что в следующем году будет гораздо больше участников. Мы на это рассчитываем. Виктория Синицкая, Светлана Грудьком, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працывал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.